Результат погружения, если ты достаточно правильное отношение с Богом строишь, если ты Его сильно прославляешь, то ты способен, становишься способен наблюдать за своей судьбой со стороны. И тогда ты можешь довести дело до конца и с этой, и с другой стороны. Так ты Богу доверяешься, и Он как бы, тебе потом ты видишь результат сердца спокойно. А так ты можешь даже научиться понимать, как действует судьба. Вот я это в качестве также изучения делаю. То есть я молюсь и смотрю, как действует судьба в разных случаях. Допустим, если человеку надо помочь, то постепенно ты убираешь в его жизни вот эти вот злые влияния. А бывает так, что человек сам совершает злое влияние, и можно сначала нейтрализовать его, а потом направить на него молитвой. Когда у тебя достаточно аскетизма и силы больше, чем у него, то это зло, которое он хочет направить на других, пойдет ему назад. Если он не опомнится в это время, надо всегда ставить такой вопрос. Если он встает на правильный путь, то ему это плохо не будет. Он должен раскаяться, сказать, нет, я не прав, все. Иначе он будет в себе только хуже делать. Вплоть до того, что можешь в себя прибить. Он хочет кого-то прибить, прибивает себя. Если не встает на правильный путь. Потому что эту энергию насилия куда-то надо деть. Она не останется в воздухе. Но есть другие варианты, которые я вам не советую. Потому что есть такие святые, которые могут энергию насилия внутри себя переварить. Она превращается, как это, пистолет в цветы превратился. Понимаете, да? Энергия трансформируется. Но это... Цветые люди только так могут делать. Это как, что значит такой человек? Это значит, что к нему подходит тигр разъяренный. И становится кошкой, кыской. Кс-кс-кс. Святой человек так может сделать. Обычный? Нет. Так что такое терпение? Это всего лишь запас прочности. Понимаете? Потенциал в управлении и возможность преодолеть стресс. Это всего лишь потенциал прочности. Который не надо расходовать. Например, от вас близкий человек уходит. Сейчас я с ним разберусь. Сейчас я с ним поговорю. Скажи ему. По-доброму. Не слышит. Не пытайся дальше ничего сделать. Ты свой запас прочности уменьшаешь. Судьба. Продиагностируй свою судьбу. Разрушится твой коллектив. Заговор против тебя на предприятии. Собери людей. Скажи. Давайте по-доброму. Вот так, так. Смотришь? Не реагирует. Дальше ничего не делай. Потому что на грубом плане, на психическом, ты не можешь повлиять на ситуацию. Но при этом, если ты будешь влиять, ты потеряешь свои силы, запас прочности и войдешь в стресс. Что такое стресс? Это значит, что у тебя энергии и спокойствия уже нет. Ты не можешь ни спать, ни есть. Все, тебя это волнует, тебя трясет. Ты не можешь с этим сказать. Все, это значит неправильное мышление. Не подходи близко к времени. Чувствуешь заговор? Попробовал? Не получается. Все. Как будто ничего не знаешь об этом. Иди и молись. Первая стадия влияния на время всегда молитва и аскеза. Если, допустим, время на вас влияет так, беднота, да? Ничего не получается. Чувствуете, что прибыли нет. Продаж нет. Продаж нет. Не надо больше деньги вкладывать, чтобы больше оборота делать. Не надо. Надо идти кормить птичек, кормить днищик, для того, чтобы энергию благодати накопить в своем сердце. То есть энергия жадности в сердце лишает возможности иметь деньги. А энергия бескорыстия дает такую возможность. Чем больше денег хочется, тем меньше денег. Когда денег не хочется, их всегда много. Чем больше не хочется, тем больше денег тратишь на добрые дела, тем больше Бог дает. И так до бесконечности. Когда человек торговлей занимается, он должен следить за своим сердцем. Когда сердце сильно хочет уже денег, это значит, что ты мало жертвуешь. Надо идти и желать всем счастья, кормить птичек. Если особенно ты продаешь товар, постоянно желаю всем счастья. Тебе будет хотеться, чтобы тебя купили, а ты побеждаешься с желанием всем счастья. И в тот момент, когда ты настолько сильно желаешь счастья, что ты уже не думаешь о том, чтобы у тебя купили, но при этом и не мешаешь людям покупать, потому что можно вообще от них отвернуться. Ты смотришь на них, радуешься им, но при этом не тянешь. В этот момент все сами пойдут покупать и будут покупать с удовольствием. Думай, 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 думай. Вы поняли, о чем я сейчас говорю? О вашем сердце. Птичку накормили, она кушает, вы смотрите. В этот момент ваше сердце наполняется благодатью Божией, которая вас делает независимым от вашего клиента. И ваш клиент сам придет к вам покупать все, потому что вы его никуда не тащите, вы ему дарите счастье, вы хотите, чтобы он был счастлив. Придите на цветы взглянуть. Всего одна минутка приносит розу вам на грудь цветочница Анютка. Клап, песня такая есть. Вы радуетесь людям просто и все. Это не имитация. Как, допустим, вас на тренинге могут научить. А вы радуетесь людям. Это бесполезно. Точно так же, как психолог говорит, а ты, как бы, жена тебя, допустим, мучает, ты улыбайся. Это невозможно. Надо, я говорю этому психологу, в попу иголочку засунуть, сказать, терпее. А если он будет терпеть, еще сильнее засунуть. Потому что это невозможно. Если ты реагируешь на клиента, это значит, что ты недостаточно жертвуешь с любовью людям, счастья, еду и все прочее. Поэтому человек, который торгует, он должен много в этом жить, в жертве. И скажешь, тогда денег не будет, зачем торговать. Вы неправильно понимаете, жертвовать можно желать счастья, можно чуть пищи там, можно, ну, все что угодно, понимаете, нужно жертвенное настроение иметь. И тогда денег будет и больше. Будете же вы больше жертвовать, больше денег, больше жертвовать, больше денег. И это бесконечный процесс. А сильных меценатов замечает даже правительство. И ему дают деньги на развитие такому человеку. Государство начинает помогать. Есть такая передача. Я вообще всю эту лекцию затеял, для того, чтобы эту передачу раздекламировать. Это тайный был такой сговор. Есть такая передача, называется «Время вперед». Современная передача, но взята из старой, из старой советской. Там только позитивные новости сообщаются. Кто из вас смотрел хоть раз, поднимите? Чего так мало? Посмотрите, пожалуйста, мои хорошие, всякую ерунду смотрите. «Время вперед». Что это за передача? Что строится каждый месяц в России? Что запускаются? Как мы побеждаем? Трудности. И самое главное, в чем там фишка? Там есть такая зона, называется «Время человека». Там описывается, как человек взял на себя там, допустим, развитие деревни, потом стал главой этой деревни, потом построил там мощный какой-то комбинат, просто потому, что он любит людей. И понимаете, вот там эти примеры показаны, как правильно стать успешным человеком. надо всех любить, быть активным, радостным, преодолевать трудности, никогда не останавливаться, не бояться, ничего. Но самое главное, надо понять, что из внутренних качеств успех приходит, а не из самих усилий. Можно разбиться в доску просто от усилий, а толку никакого нет. Что такое внимательность? Внимательность — это отстраненность. Вот как быть внимательным, допустим, к своим подчиненным? Надо все им простить. Всегда держите свое сердце в чистоте по отношению к своим подчиненным. Пришли домой вечером, почувствовали, на кого-то обиделись. Переварите человека. У вас есть всегда два варианта — или выгнать, или переварить. Третьего варианта нет. Вы решите для себя сразу. Я оставляю человека, когда хорошо, тогда ты должен его полюбить. Все принять, простить, все, что он там тебя обкакал, сдох до головы, прими, прости, все. Но если не можешь, выгоняй. Но если ты ни то, ни другое не сделал, значит, тогда ты не будешь к нему внимателен. Через него придет проблема в твоей жизни и в жизнь других людей. Потому что внимательность означает, что ты спокоен к человеку. Понимаете, смерть не страшна. Мы не раз не встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Если ты видишь ее, никогда не придет она к тебе. Понимаете? Если ты спокоен, наблюдаешь за кем-то, тогда ты не пропустишь опасности. Но если ты доверился просто человеку, забыл про него, доверился, или наоборот разозлился на него, опасность жди. Начальству доверился, забылся, опасность жди. Наблюдаешь, все хорошо. Лидер это тот, кто за всем может наблюдать. Наблюдать означает все переварить. Всех принял, старших принял. У нас страна опасная, Олег Геннадьевич. О, оттуда и жди. Если у нас хорошая страна, значит, все будет нормально. А если я наивный такой, тогда все будет тоже плохо. У нас почему хорошая страна? Потому что я все понимаю, что здесь происходит. И наблюдаю за всем. Поэтому она хорошая. А если ты как бы наивный, то думаешь, здесь как бы все нормально, значит, тогда придет тебе волшебник в голубом вертолете. И бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравят. И так далее. Какая страна? Хорошая страна. Все принимаю, все переварю, мне все нравится. Почему? Потому что я знаю, что происходит в других странах тоже. Тоже все принимаю, все переварю, все нравится. И то, что вы наиваете в Америку. Там точно такая же страна, только все по-другому. Память. Что такое память? Память – это когда ты готов все сделать. Не боишься что-то сделать. Если ты боишься что-то сделать, забудешь. Не бойся, вот сразу что-то вспомнил, сразу нету, я сделаю это все, все. Да, пообещай себе, все, запиши, все. Память означает, решение вопроса немедленно. Чувствуешь, что ты это не можешь делать? Помолись завтра. Я об этом помолюсь. Но никогда не пугайся того, что тебе надо сделать. Испугался – забыл. Все, значит, это вылетит у тебя. Все. Или забыл, или наоборот привязался. Привязался еще хуже, чем забыл. Привязался означает, будешь мусолить это, мусолить, мусолить. Василий Петрович, ты меня простил? Я вчера от тебя поругал. Да, простил. Василий Петрович, ты меня простил? Ну, простил, простил. Василий Петрович, ты меня простил? Да, простил. Опасно? Человек теряет репутацию, силы, время. — А когда привязываешься? — Привязываешься? Это значит, что ты не ждёшь награды за свой труд, а просто хочешь получить раньше времени счастье. Вот, например, вам лекция нравится, которую я читаю? Да? — Что я должен сделать? Я должен получить счастье от ваших глаз, если оно придёт. А если не придёт, ничего страшного, я должен трудиться дальше. Так я должен читать лекцию. А если я хочу наслаждаться вами, тогда у меня морда будет масляная. Здравствуйте, дорогие мои. Нам же нравится вместе здесь быть, да? Такие лектора тоже есть, правда, все уходят от них. Называется привязанность. Раньше времени хочешь получить то, чего ты не заслужил. Пришёл экзамен сдавать, хочешь пятерку, получишь хуже. Надо просто радоваться процессу, сдавай экзамен. Цареустремлённость. Вот, допустим, хочу открыть какую-то точку. Откладываю на потом. Боюсь. Почему? Потому что открытие любой точки происходит сначала на тонком плане. Открой точку в своём сознании. Помолись за это. Пробежись за это. Позанимайся йогой за это. По правой бассейне за это. Поставь свечку за это. Покорми птиц за это. Подготовь за это своих людей. Поговори с ней. Пробей их мозги. Вдохнови их. Нарисуй за это проект. Подумай о нём. Посмотри, как это действует у других. Это всё означает движение вперёд. До того, чтобы открыть проект, нужно много-много пройти вперёд сначала. Понимаете? И на этом движении есть свои этапы. Если тебе легко уже об этом проекте думать, значит, ты сильно туда прошёл уже. Если ты можешь его нарисовать, ты сильно туда прошёл. Если у тебя привлекаются к нему люди, уже приходят о том, что мы слышали, что вы хотите это делать. Это ты сильно, значит, туда прошёл. Понимаете? Если ты начинаешь его обкатывать на малом, ты сильно туда прошёл. И если ты обкатал хорошо, и тебе предлагают, уже как бы кто-то вообще говорит, у тебя получается, давай теперь побольше будем делать. Уже предлагают люди. Ты ещё не начал, а уже у тебя заказы. Значит, ты очень сильно прошёл. Но ты ещё ничего не открывал, понимаете? Ты просто идёшь предварительные этапы делать. И как правильно проекты возникают? Они правильно возникают так, что ты даже не паришься его открывать, оно само собой потом всё происходит. Потому что ты все предварительные этапы пошёл. И тебе не надо ни рисковать, ни деньги вкладывать, ничего. Всё само собой идёт. Это значит, что ты прошёл свой путь в психике, в сознании. Есть предварительное действие, есть непосредственное действие. Веды говорят, «Тот, кто считает преддействие действием, а настоящее действие бездействием является мудрецом». Действием является преддействие. Ты сначала построй отношения в коллективе, а потом они сами всё сделают. Если ты хочешь там сам всё делать, это глупец. Мудрец, он совершает преддействие в управлении. Он управление основывает на отношениях. Это тонкий план, невидимый план. Лидер — это тот, кто побеждает себя, а не других людей. Если ты победил себя, зачем тебе кого-то ещё побеждать? В отношениях с другим человеком себя победил, всё, дальше его побеждать никого уже не надо. Этот человек сам исправится. Ты просто наблюдай за этим потом. Ты это увидишь. Если у вас хорошая способность поддерживать своё здоровье, значит, у вас также будет хорошая способность поддерживать здоровье вашего бизнеса. Потому что процесс поддержания здоровья, что себя, что бизнеса одинаковый. И запомните, что если у вас в бизнесе где-то треснуло, значит, у вас треснуло где-то внутри. Просто вы этого не заметили. Потому что бизнес, воистину, человек — это его продолжение, его сущности. Понимаете? Это его пальцы, пальцы его рук. Приведу пример. Допустим, если муж не может так себя вести с женой, чтобы она его уважала, если жена его не уважает, значит, его не будут уважать сотрудники в коллективе. Понимаете, о чём я говорю? Если муж так себя ведёт с женой, что она его уважает, он начинает выглядеть уважаемым человеком. То есть, жена вкладывает в него такую силу, потому что женщина является потенцией, она внесёт в себе потенциальную силу. Мужчина — это действующая сила, женщина — потенциальная сила. Поэтому женщина, даже когда управляет, она что делает? Она свою потенциальную силу вкладывает в те, кто совершает потом действия. Так женщина управляет. Понимаете? А мужчина управляет самим действием. Ну, приведу пример. Допустим, начальница сидит, Василий Петрович, давай разбирись вот в этом, ты умеешь, умеешь, давай. Начальник сидит, он говорит, слушай, надо сделать вот это, вот это, вот это. Понял? Давай. Как правильнее сделать, сам реши. Ну, вот надо вот задачу идти поставить. Она даже задачу не ставит. Она говорит, вот это вот разберись, сам и сделай всё это. Кому она говорит? Тому, кто может сделать. Вот это называется начальница. Начальница — это женщина, которая знает, кто может сделать, а кто не может. Кто послушает меня, а кто нет. Нет, как вдохновить человека, как его увидеть, как понять, как его мотивировать. Это начальница. А начальник, он как бы любит сам рулить. Это мужское руководство. Женское руководство проще, чем мужское. Но для этого надо быть женщиной. А вот женщиной быть сложнее, чем мужчиной. Запомните, для того, чтобы предвидеть ситуацию, для этого нужно учиться по сту. Каждый руководитель должен совершать пост на воде. Потому что руководство означает жар. Нужно себя охлаждать. Когда человек постится на воде, он убирает жар из психики. То есть жар в психике означает обида, гнев, означает раздражение, неприязнь к кому-то. Это всё жар в психике. Он далее убирается просто постом. Самый простой пост, который решает все вопросы, но при этом не истощает человека, это пост до обеда. И волевые способы решать вопросы тоже в это время очень эффективно использовать. Потому что если ты пьёшь водичку до обеда, а у тебя много серьёзных решений, то у тебя эти решения будут практикать в чистой и светлой атмосфере. Потому что пост на воде очищает мозги. Твоё мышление становится трезвым. Ты реально понимаешь, что, где и почём. Ты начинаешь хорошо, особенно когда ты делаешь сделку серьёзную. Тебе надо подписывать серьёзные документы. Не кушай в это время. Попей водички, попастись. Ты увидишь, с кем ты заключаешь договор. Кто, когда, зачем, опасность. Всё увидишь, потому что у тебя мозги будут светлые, ясные, как стёклышко. Ну, как часто надо принимать решение, если вы топ-менеджер, можете вообще кушать только в обед. Я говорю, хоть каждый день. Я вот не ем до обеда вообще. Воду пью только. Ничего, воду только пью. Мозги кристальные. Мне же надо чисто всё, видите, у меня работа такая, понимаете. Я должен вас насквозь видеть всех. Вы ещё вопрос не задали, я уже должен знать, что дальше будет. Пусть на воде даёт, отчаёт мозги. Чистое восприятие становится. Вам не обязательно каждый день. Я так просто с вами пошутил. Ну, вы сами понимаете, что шутки, они тоже как бы важны. У женщин более ясное восприятие. Женщине сложно принять решение, но видеть ситуацию легче. Но не свою, чужую. Свою тяжелее. Женщина – это та, которая ясно очень видит ситуацию других людей. Но свою – нет. Она боится своей ситуации, поэтому видит не ясно. Но если она постится, она свою тоже начинает ясно видеть. Во время поста женщина может свою ситуацию увидеть ясно. Во время поста у женщины увеличивается волевая сила по отношению к другим людям. И ясность по отношению к себе. А у мужчины ясность по отношению к другим людям увеличивается. И волевая сила по отношению к себе. Потому что у мужчины, у него трезвость по отношению к себе достаточно сильная. Только он не хочет никому об этом признаваться. У него наглая трезвость такая. Он знает, знаете, как кошка, она знает, что съела чьё. Но делает вид, что не знает. Ну, так у мужчины такая ясность ситуации. Женщина не знает, что она не права. Это её наивная чистота такая. То есть она считает себя хорошей по-любому. Иногда женщина задает вопрос, Олег Геннадьевич, у меня такой муж придурок. Такая вот хорошая вся. Потом муж приходит, я смотрю, нормальный мужик. Тогда сразу возникает вопрос, а кто придурок? Ну, сначала казалось, что прям вот он. Так устроена женская природа просто. Это нормально. Иначе бы никто не женился. Но самое главное у лидера – это его репутация. Никогда не оскорбляйте других людей. Будь то подчинённый, будь то старший, будь то равный. Наказать и оскорбить должны быть совершенно разные вещи. Запомните, если вам надо наказать, больше с любовью относитесь к человеку. Старайтесь больше в него вложить любви, потому что это опасно – наказывать кого угодно. Наказание всегда может привести к разрухе. Но наказывать надо. Поэтому больше доброты. Накажите аккуратно. Василий Петрович, мы вам отрубим голову. Ну, простите, так получилось. По-доброму, понимаете? Особенно к старшим нельзя вообще проявлять никакого нетерпения. Даже если он тысячу раз неправ. Можете разговаривать с ним, но всегда по-доброму. Злоба разрушает репутацию лидера. А у лидера репутация – это самое главное. Это как петух без перьев. Вышел на поле битвы, да? Петух с другими петухами драться. А у него все перья ободраны. Хвост весь ободранный. Все, и все петухи даже на него смотреть не хотят. Не то, что драться с ним. Смешно. Просто с таким петухом сражаться – смешно. Но у него перьев нет, он ободранный весь. Понимаете? Лидер без репутации – это как петух без перьев. На него даже смотреть никто не будет. Не то, что с ним и мы делаем. Репутация разрушается только с помощью грубости. Грубость означает дисквалификацию. Лидер должен всегда учиться спокойно, по-доброму решать все вопросы. Наказывать надо обязательно лидеру. Обязательно. Но по-доброму. Самый лучший лидер – это тот, который всем может наказать. Любого своего подчиненного может наказать легко. И у него такое право ему дают все. Если лидер не имеет права наказать никого, значит он не лидер. Все, он потерял уже коллектив свой. Если он имеет право даже самого лучшего своего сотрудника, специалиста, наказать, значит он крутой лидер. Но запомните, право наказывать дает только любовь к людям. И это единственная квалификация лидера. Лидер – это тот, кто любит людей. Если человек способен любить людей, значит он старший для них раз. И имеет право их наказывать и воспитывать два. Это значит, что он имеет право ими руководить, крутить пальцы веером, ездить на лучшей машине, чем у них, обладать властью. По отношению к этим людям. И не работать лопатой. Единственное, что квалификация лидера – это способность любить людей и заботиться о них. Именно эта квалификация любить людей и заботиться о них дает ему право быть властным над людьми. Это право дает человеку Бог. И это право отнимается только по одной причине. Это грубое поведение. Означает, оскорбляешь людей. Значит, ты не лидер. Оскорбляешь – означает, что ты не способен их любить. Или, вернее, ты лидер, но уже меньше. Одного пера не хватает. И, соответственно, надо понять, что сильный лидер управляет любовью и наказанием. Средней силы лидер управляет с помощью мотивации и запугиваний. И слабый лидер управляет с помощью жестокости. Жестокой силы. Сильный лидер управляет наказанием и любовью. Что такое любовь? Вот, допустим, он человека наказал, тот же человек заболел, он пришел к нему домой. И дал ему денег, может быть, больше, чем его оштрафовал, на то, чтобы тот вылечился. И никто не узнал об этом, кроме этого человека. Называется сильный лидер. Для него любовь выше, чем деньги. Он готов людям все отдать. Ну, есть принципы. Он следует им. Он знает, кто чего стоит, но всегда готов в беде помочь любому своему сотруднику. Люди его будут очень любить и ценить. Все. А если кто-то его не любит и не ценит, такого человека, это значит, что этот человек враг. Его надо выгнать из коллектива. Так он может распознать врагов. Потому что змея может завестись везде. Даже на молочной ферме. Понимаете? И она будет питаться молоком, будет еще более ядовитой, чем если бы она питалась чем-то другим. Поэтому распознать змею может только тот, кто сам любит людей. Потому что когда ты людей любишь, они становятся добрее. Но когда ты любишь змею, она будет становиться еще ядовитей. Вот в этом и есть квалификация лидера. Он всех любит, ко всем по-доброму относится. Змея завелась, ты ей доброе делаешь, она еще больше обнаглела. Например. Человек, допустим, своровал. Ты его наказал, он раскаялся, говорит, ну больше не буду, как бы прости. И ты его простил, а он своровал еще раз. Ну еще больше, это уж совсем классно. И если ты его простил опять, значит ты просто дурачок. Потому что ты змею не распознал. А лучше ее распознать до того момента, как она своровала. Потому что она будет проявлять себя в поведении. Вот, например. Вы человеку сделали доброе дело, да? Подарок ему на день рождения подарили. Как отмечить змею от незмеи? Змея примет подарок, но чувство благодарности в ответ не проявит. А человек проявит. Чувствуете разницу или нет? Поэтому только любовь может вас защитить от предательства. Только любовь. Проявите любовь, прорвитесь к человеку, его сердце. И посмотрите на реакцию. Есть змеи. Ну природа такая у людей, понимаете? Они не смогут быть благодарными. Они отшатнутся от вашей любви. Подарите человеку весь мир. Не надо, чтобы он оставался у вас на вашем подчинении. Зачем он такой человек? Он может быть в тихом... Он может тихо-тихо все работать, но в тихом озере все черти водятся, понимаете? Если человек не резонирует с вами добротой, не обязательно, чтобы он выталантит и говорит. Сердце он откроет. Он может даже молчать. У меня когда свадьба была, и как бы отец жены встал речь сказать. Поздравить нас. Встал и сел. И жена сразу подскочила к нему, говорит, папочка, у тебя самое лучшее поздравление было, самое лучшее. Слова не нужны. Слова не нужны. Понимаете? Слова не нужны, когда есть любовь. Это видно в человеке. Но если он получил подарок, и как бы... Змееныш... Все превращается в яд. Запомните это. Посмотрите ему в глаза. Увидите определенный холодок, который потом вас ужалит. Или вы раньше выгоните, чем он вас ужалит. Вот и все. Руководитель это тот, кто знает правила. Ради коллектива можно пожертвовать одним человеком. Ради завода можно пожертвовать одним коллективом. Понятно, да? И так далее. Ради страны можно пожертвовать одним городом. Это правило надо знать. Это не жестокость. Это закон жизни. Старший это тот, кто сохраняет атмосферу. Устраняет коллектив. Не дает никому пользоваться им. Допустим, некоторые думают, ну человек же хорошо работает. Ну просто он про меня плохо высказывается. Ну почему я должен к ним как бы... Ну почему я должен с ним обращаться неправильно? Ну пускай, ну ничего страшного. Пускай он находится рядом с нами. Как вчера видели, да, была ситуация? Вопросик хотели задать. Это не вопросик. Это девушка ничего не хотела у меня спрашивать. Ей помогли захотеть. Она очень искренняя и наивная. Ей вопросик кто-то другой продиктовал. Потому что кому-то не хотелось из ее старших, чтобы она слушала мои лекции. И сам вопросик уже означал разрушение отношений. Я ей об этом рассказал. Но надо быть опытным, чтобы вот такие вещи просекать. Будьте опытными. Учитесь видеть людей. Какие у вас вопросы? Да, конечно. Да, да, да. Нет. Спасибо. Спасибо вам. Когда молишься, вот я пространю этого человека, но было пространенный поступок. И вот вы сказали, я когда молюсь, я думал о том человеке и о поступке. Вы думаете о Боге и прославляете Бога. Параллельно, вот и что-то параллельно происходит. Сейчас я вам скажу. Нужно думать о том, чтобы поступок перестал вас беспокоить. И когда поступок перестанет вас беспокоить, тогда думайте о человеке. Потому что он изошел из человека. И вам надо понять только одну вещь. Этот человек невинный или змееныш? Только когда вы спокойны, вы сможете это понять. Потому что невинный человек, он может быть злым, может делать подлости, но он, понимаете, его сердце, оно не хочет вас разрушить. Вот как девушка, допустим, она невинная, она не хотела меня разрушить сама. Понимаете, у меня был другой случай, когда человек пришел ко мне на лек, сел на первый ряд, задал вопрос, и он у него был готов, ответ на мой вопрос и целая речь. Это было, может быть, может, вы были на этой лекции, это было года три назад, два. Он встал и начал по-доброму меня оскорблять, ну и так далее. Я просто его остановил и как бы подарил ему весь мир. И он сказал, ваша речь заготовлена, и причина вашего вопроса это не желание общения со мной, а желание разрушить то, что я делаю. Поэтому, пожалуйста, вы свободны. понимаете? Пока он говорил, я распознавал его. Моя цель была понять, дальше общаться с ним и объяснить ему, как этой девушке я объяснял. Или просто отправить, потому что этому человеку объяснить было невозможно, потому что его сердце было отравлено ядом. И вам надо просто понять, вы сможете жить с этим человеком или нет. Вы сможете ему когда-нибудь что-то объяснить или нет. Или его сердце отравлено ядом. А если его сердце отравлено ядом, то даже если вы не можете его выгнать, тогда ищите такую возможность. Потому что время работает против вас. А если он нормальный человек, и вы когда-нибудь сможете объяснить, значит, надо ему полностью простить, какую бы дурю он ни сделал. И в этом случае он сам все поймет и исправится. Просто находясь рядом с вами. А может быть, даже он настолько вас поблагодарит, что готов будет выслушать все от вас. Вот только есть два варианта. Но сначала надо переварить поступок, события. Потому что если вы не переварите, вы человека никогда не поймете. Человек стоит дальше поступка. Сначала в молитве надо поступок, события переварить. Принять его. Потому что события связаны не с ним, а с вами. Поступок Бог вам дал как наказание. За вашу судьбу, за вашу жизнь. Вы его переварите в свое наказание, потом с человеком разбирайтесь. Как это товарищ Сталин говорит это. Жуков сказал, говорит, усатый дурак, что-то такое анекдот. Сталин говорит, позовите Жукова. Жуков пришел, говорит, ты кого имел в виду? Я, говорит, имел в виду Гитлер. Он Берри спрашивает, а ты кого имел в виду, когда мне сказал? Вот так примерно, понимаете? Надо распознать человека. Ну, сначала переварить надо события. По-доброму к нему идти здесь. Я помню, если еще вопрос. Может, речь? Вчера с аналейцем в ладошке вы ее видели. То есть, по моему ручку. Да, да. Да, может, прибыть? Ну, и как это? Лидером она лидер уже. Да, конечно. Кричина, когда он не был шуменом, когда он не понимает, что он не был. Да, он лидером. Ну, а почему нет? Лидеру, лидеру, лидеру. Понимаете, когда мужчина начальник, начальницей становится дочь. Когда женщина начальник, начальницей становится сын. Мужчина передает дочери свою природу, а женщина сыну. Запомнили? Вы дочери передали свою природу руководителям. Здесь сын и дочери. А? Здесь есть сын и дочери. Ну, как бы мать передаст сыну свои качества. Ну, то есть, понимаете, есть такое понятие в ведах варна. Что такое варна? Это значит руководитель, бизнесмен, ученый там. Понимаете? Варна. Ну, то есть, варна передается от сына к дочери, от отца к дочери и от матери к сыну. Ну, такая же природа у моей дочери, как у меня, да? Ваш вопрос, да? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Спасибо большое вам за то, что вы все делаете. И вы в мою жизнь появились пять лет назад. И я счастлив, что параллельно... Не пропал из вашей жизни, да? Если не пропадаете, да... Значит, вы стабильный человек. Спасибо. Вот как раз у меня вопрос. Я уже несколько лет пытался вам его задать. Ну, я-то боялся больше, по-самому. Вот. Так получилось, что у меня, ну, у меня только мама. То есть, папа у меня нет. Но он как бы есть, он жив. И я его уважаю. То есть, мама никогда не говорила про него плохо. Но есть возможность с ним познакомиться. Я у вас папа. Папа это старший, запомните. Если отец не дал человеку ничего в жизни, энергия отцовства никуда не делась. Она существует в виде старших. Когда человек получает в жизни контакт, отношения со старшими, то Бог энергию отцовства передает через старших. И человек должен уважать как отца старших. И тогда он сможет правильно относиться к своему отцу, который как старший себя не повел. Понимаете? К отцу надо правильно относиться. Но только получив опыт отношений правильного старшего с правильным старшим, человек может повести себя правильно с тем отцом, который старшим как старшим себя не вел. То есть, неправильным старшим. То есть, с ним будет тяжелее строить правильное отношение. Поэтому напитайтесь сначала силой правильных отношений, а потом снисходительно отнеситесь к нему. Вопрос только заключается в том, зачем вы с ним хотите познакомиться. Периодически возникает такой момент, что мама собирается переезжать из своего города ко мне уже, и если уедет, то она точно не получится познакомиться. Вот сейчас есть такая возможность, и она говорит, что сейчас... Я вопрос... вопрос не в этом. Зачем вы хотите с ним познакомиться? Я вам задал этот вопрос, и вам надо сначала на него ответить, а потом уже решать. Потому что ответ уже известен. Есть только одна причина, зачем вам с ним познакомиться. это дать себе в жизни дополнительную нагрузку, которую будет трудно переварить. Это хорошо для укрепления сердца. Но если ты хочешь познакомиться, чтобы получить больше любви, или получить отношения с отцом, отношений с отцом ты не получишь, любви не получишь, нагрузку на сердце получишь. Хочешь – знакомься. Не хочешь – не знакомься. Потому что это его проблемы, что вы с ним не знакомы, а не ваши. Спасибо большое. Отец должен быть, старшие должны быть в жизни. Но не обязательно тот человек, который тебя родил, является старшим. Потому что воистину, само по себе родить кого-то или зачать, не является никаким действием. Потому что это делает Господь. Люди часто даже об этом не думают. Просто сексом занимаются, – бац, получилось зачатие. И этому не надо самому процессу придавать слишком много значения. Значение имеет самоответственность, которую человек взял за своего ребенка. Но если человек не взял этой ответственности, тогда и отцом по праву он считаться не может. Отцом является тот, кто вложил свои силы в человека. И пусть это даже будет чужой человек. То же самое мать. Часто люди путают, они говорят, «Это моя мачеха меня воспитала, а мать моя меня бросила». Это полный бред. Та, которая воспитала тебя, это твоя мать, а та, которая бросила, даже слово «ма», слог «ма» туда вставить нельзя. Ни мачеха, ни мать. Просто какая-то другая женщина, которая по судьбе так получилось, родила тебя. Это правда. Хочешь ты ее принимать или нет. Иногда у человека по судьбе не положено, чтобы его родной, близкий человек был для него отцом. Но Бог может дать, если ты работаешь над собой, тебе отца старшего, духовного. На самом деле, духовный отец всегда выше родного. Но родной отец должен это признать сам. Тогда это будет зузаконено. Не то, что ты как бы говоришь, мой духовный отец выше моего родного. Это неправильно так говорить. Если родной человек, отец вырастил, дал тебе все, что мог. Духовный отец несомненно выше. Но ты не можешь так ни сказать, ни считать. Но если твой родной отец дал тебе такое право, сказал, вот я передаю тебе духовному отцу, тогда ты можешь так делать по воле своего отца. Но если этот человек не выращивал тебя, никак не помогал тебе, и не хочет даже тебя видеть, то ты можешь прийти к нему и поздороваться. Для того, чтобы чему-то его поучить. А не для того, чтобы пробудить в нем что-то. Потому что грех, который такой человек совершил, не даст ему возможности испытать какие-то чувства. Грех мешает. Но если ты хочешь проглотить этот грех, потому что воистину ты сам сделал что-то такое, что получил такое в своей жизни, ты можешь прийти и переварить. Но только это будет непросто. По теме лекции. По теме надо. Вот мужчина сзади. По теме, да. Голубой рубашки. Мы же усваиваем материал с вами. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Да, действительно, на самом деле. Вопрос по тени. До недавнего времени я управлял довольно крупной компанией. И мы с командой менее чем за год утроили ее в масштабах по количеству точек, по обеду продаж, по различным другим показателям. И в этот момент компания стала, скажем так, довольно интересна своим уже ретерным акционерам. И началась... Вас не хватает не хватает контакта со старшими. Вас не хватает защиты от властей. Вы правы. Можете дальше все, что вы рассказываете, я уже примерно понимаю. Да, на самом деле, я тогда перейду, наверное, к вопросу, раз вы понимаете. Вопрос номер один. Встроили ли защищать компанию? Конечно. Второй вопрос. Второй вопрос, скажем так. Просто стоило или не стоило, от этого ничего не меняется. Если у человека нет счета, он не может защищаться. Вот, допустим, идет сражение, у тебя есть меч, но счета нет. Ты можешь только нападать, защищаться ты не можешь. Когда на тебя напали, ты умер. Защищаться можно только с помощью властей. А чтобы ими защищаться, нужно их любить и с ними устанавливать отношения с помощью своих добрых дел по отношению к ним. Поэтому каждый лидер должен иметь социальные проекты, которые он делает в своей стране с целью установить отношения с властями как минимум, а как максимум, чтобы жить как человек в этой стране, а не как потребитель. И тогда второй вопрос. У меня были когда я помню, что я не смогу развивать компанию в тех условиях, в которых с тем вторжением, скажем так, занялся в операционную деятельность, я принял решение о выходе из компании, и у нас были определенные договоренности по условиям. Мы подписали соглашение, но впоследствии оно было наручное. По большому счету сказали, что передумали. И вот здесь мой второй вопрос. Стоит ли мне это принять как определенные последствия у них, наверное, брошат события где-то когда-то в каких-то жизнях, либо мне стоит бороться за то, что я считаю справедливым? Запомните, лидер, который что-то сделал, если у него что-то отжали, и он с этим смирился, он теряет себя и компанию. Потому что в компании вложена его жизнь. Бывает так, что лидер может потерять компанию, но все зависит от того, потерял ли он себя. Есть такая история одного царя, то есть он через предательство лишился управления страной и чудом спасся, сбежал. И поселился внешне как простой человек в какой-то деревне просто и размышлял как вернуть власть. И женщина одна кормила его кашей и он в Индии руками едят как бы это тоже в этом есть своя прелесть. Он как бы начал кашу есть с середины и обжегся. Она посмотрела на него и говорит ты уже второй раз обжегся. Ты второй раз обжегся потому что все время лезешь в середину. Начинай все делать с краев. Она ему объяснила. Потому что женщина это была мудрецом, она убедила что он царь переодетый. Она ему объяснила как кашу его жизни есть. Не лезь в середину начиная с краев. Если ты можешь всех сотрудников себе взять, потому что они и так все твои, они же с тобой работали, то что тогда останется в этой компании? Он так и сделал. Он взял и начал просто людей по краям, по деревням поднимать. Через несколько месяцев вернулся власть легко. Все по краям, все ближе, ближе, ближе к центру. Можно даже устроиться там на работу. чтобы быстрее все произошло. Он просто устроится, он скажет, а я вообще опытный специалист, вообще чего меня выгнали-то? Я могу вам помогать. Если кто-то совершил пиратский поступок, то правда на его стороне нет. Но по отношению к вам этот поступок был совершен только по одной причине, потому что вы то же самое сделали прямо в прошлой жизни, не позапрошлой с другими людьми. И получили за это реакцию. И даже в этой жизни вы уже чуть-чуть такое делали. Не так много. Понимаете, вы просто помолитесь, избавьтесь от плохой судьбы и дальше вы увидите, как сначала вы переварите то, что с вами сделали, потом начнете нажимать на них своей психикой, потом события начнут нажимать на них, вы начнете владеть ситуацией, и на следующем этапе они улетят а вы останетесь. Потому что ничего вы не потеряли, кроме того, что вы просто получили наказание. Человек, который согласился с тем, что он потерял, он потерял себя. Лидер, который что-то создал, должен возвращать назад или погибнуть. В данном случае гибель исключена, потому что война идет на тонком плане. Гибель означает посмириться. Вы не сможете себя нигде найти в деятельности никакой. Почему? Потому что вы обесточены. У вас забрали силы, поэтому лидер это тот, кто умеет сражаться. Для того, чтобы сражаться, нужно иметь щит. Щит это власть. Власть дается Богом. Люди, которые клеймят свою власть, это безумцы, которые не понимают, что они фактически разрушают то, на чем они сидят, а потом долго падать придется. Понимаете? Власть надо уважать и помогать ей. А если власть сделать что-то не так, можно помолиться Богу. Бог тоже будет помогать. Понимаете? То есть в этом мире часто люди клеймят власть за счет того, что кто-то помогает им это сделать. Самый легкий способ разрушить страну это посеять вражду между властью и людьми. Разделяй и власть. Это сделать очень легко, дискредитируя правительство, президента и все прочее. а потом страну можно раздербанить на мелкие кусочки и посеять вражду между этими мелкими кусочками и так далее. Если народ лопоухий, он соглашается на это, на все. А если нет, то он защищает свою родину. Точно так же надо защищать и себя. Но опираться надо на старших. Если бы вы опирались своей жизнью на старших, никто бы с вами ничего не сделал. Они даже не смогли войти в отношения с вами, чтобы что-то с вами сделать. Старшие это те, кого ты уважаешь, и они за это в знак благодарности просто легко тебе могут помочь. Потому что у них есть сила свыше. Власть в тем, кто управляет, власть дает Бог. Запомните, вот эта способность наказывать, вести за собой людей, это не простая способность, эта способность дается Богом. Поэтому если ты уважаешь тем, кого Бог наделил властью, тогда ты тоже находишься под защитой этой силы. И она будет тебя защищать в трудную минуту. Так устроен этот мир. Надо принять это устройство и жить по его законам. ваш вопрос мужчина. Садитесь, садитесь. вам кто-то посоветовал где-то работать или что у вас я не дали место какое-то то есть что произошло связи. Недавно как я работаю плохо работаю. Старший считает что плохо работаю. Он сказал что в аминсии и я хочу чтобы ты ушел. Сам? Да. В четвертом месяце он не дает мне никакой работы. Я просто хожу и сижу за компьютером и с тежим образом. он не может вас уволить по какой-то причине скорее всего потому что у вас есть сверху связи. Он боится потерять репутацию. Нет. Это явно проблема. метр. Я не протеже другого начальника. Я пришел с улицы. Я не знаю есть причина по которой он не может вас уволить. Да. причина такая. это моральная причина. Но тем менее я стал в этой длине. А вы работали хорошо? Ну можно на троечку так скажем. Потому что это не моя специальность не я шел на это место потому что не стоп найти другую проблему. В чем ваш вопрос? Вопрос что мне делать в этой ситуации? Мужчине всегда надо делать. Если мужчина не делает он теряет себя. Хорошо. Да. Понимаете делать это значит делать. Не сидеть а делать. то есть мужчине надо что-то делать. Делать означает делать полезное. Не сидеть а делать. Иначе он теряет себя как личность. А это хуже всего. Поэтому лучше всего подойти к нему и попросить пожалуйста дайте мне задание. Дело я уже проходил. Он уклонился от ответа и задания. Я пытаюсь найти другое место. Да надо искать другое место. Если ищите у вас получится. Этот человек обязательно вас уволит. Он как стена крепкий. У такой стиль. Ждет когда вы сами уйдете. и он дождется обязательно. Спасибо. Кого надо по теме обязательно спросить сегодня? Вас? Хорошо. Спасибо. У меня такой вопрос. У нас организация небольшая и сотрудники достаточно в ограниченных количествах и каждый несет к нему свою должность и ответственность. Если сотрудник увольняется, то он отрабатывает, как правило, две недели. И если замечается такое поведение, появляется прибыль работодатель, человек человек всяческий и ведет себя таким образом, что лишь бы уволили и не дно. В принципе, я готов на это пойти, но планирую эту работу, которую делает для кому-то. Вот вопрос подчиненные используют клевету для того, чтобы побыстрее уйти, да? Ну, то есть вымогательством занимаются, заставляют быстрее вас уволить. У вас не хватает идеологической работы в коллективе. То, что вы сейчас будете делать, можете оставить насильно, это в ваших возможностях. Можете сами за ним поработать, я не знаю, что делать. В принципе, надо делать раньше. То есть надо понять, что есть две линии управления везде и всегда. Одна называется административная, другая идеологическая. Понимаете, нужно работать с людьми, нужно делать так, чтобы они вас уважали, чтобы совесть жила вместе с трудом. Если у вас чисто деловые отношения бессовестные, то это всегда будет заканчиваться печально. Нужно, чтобы люди имели ценность внутреннюю вашего труда. И эта ценность должна быть реальной, не надо что-то сочинять. Можно, допустим, людям говорить, что мы здесь трудимся для того, чтобы храм строить и часть денег на храм давать. То есть какая-то ценность должна быть вашей деятельности. Но если этой ценности нет и люди просто работают, ждать от них совести бессмысленно. Им выгодно, они работают, невыгодно, они что хотят, то и делают. Они могут вам вообще с потрохами вас продать, если им невыгодно. Поэтому без диалогической работы опасно вообще жить руководителю. Нет, это не тот случай. Змеи это интеллектуальные существа. Это когда есть лидер какой-то, он приходит, у него куча дипломов, он крутой специалист, хочет много денег. Вы начинаете ему давать деньги, он работает, и вы видите, что он против вас настраивает людей, изучает вас бизнес в настройках прямо самих, для того, чтобы вас потом его отжать или отнять. Вот это змеёныш. Распознали? Отправьте в змеюшник. Пускай там живёт. Всё, мои хорошие, потом после настроек поговорим с вами ещё. вы слышали тему или нет развития лидерских качеств? Потому что я немножко говорил о другом сегодня. Я как бы тему назвал так, для того, чтобы развитие лидерских качеств и победа над судьбой. Потому что можно говорить, допустим, на этой теме о том, чтобы развивать себе чувство собственного достоинства. Это тоже хорошая тема для этой беседы. И так далее. Как быть сильнее других и так далее. Лидерские качества. Обычно как профессионализм как лидерские качества воспринимают. Я так серьёзно подумал над темой этой лекции и пытался понять, чего именно людям не хватает в современном мире. людям не хватает терпения, смирения, суетливость очень большая. Не хватает здоровья, чтобы нормально работать. Не хватает ясности мышления. Понимаете? То есть я включил вот эту тему главную, что качества все начинают развиваться только когда человек ведёт правильный образ жизни. Другими словами, если солнышко сильно подсветить растению, но не полить его, оно просто загнётся, просто высохнет. Понимаете? Поэтому если человек не отдохнувший, не сильный, не крепкий, он ничего в себе развить не может, даже даже если потребность возрастает в этом и возрастает полномочия, всё равно развития не будет, потому что развитие начинается с того, что человек сначала растение должно напитаться влагой и элементами земли для того, чтобы стать крепким, и тогда всё потом идёт уже в рост. Понимаете? Солнышко даёт возможность вырасти, если ты ну питался, так ребёнок маленький, когда он такой крепенький такой, он потом может быстро вытянуться, да, и стать высоким, а если он худой, то может и не вытянуться, мне не хватит сил, понимаете, о чём я говорю? Он и стал высоким, вытянулся, хватило энергии. Наша лекция была посвящена сегодня вот этому, что пустолёт такие крепенькими, чтобы хватило энергии. Ладно.